Именно здесь, на возвышенности Мыска, развернулись самые ожесточенные бои за Кубань. Это финальная часть Новороссийско-Таманской наступательной операции. Десант буквально смел позиции гитлеровцев. Позже эти события войдут в аналы военной истории. Операцию по прорыву немецкой обороны «Голубая линия» назовут одной из самых важных в ходе освобождения Кавказа. 75 лет назад те, кто отдал свою жизнь, нам нашу подарил. И мы сегодня живем, живут наши дети, внуки и будут жить последующие поколения. Поэтому и праздник жизни, с праздником жизни, с Днем Кубанской Победы, я вначале всех сразу хочу и поздравить. Главные гости праздника – ветераны. Те, кто освобождал Кубань от оккупантов. И в этот день у них появилась возможность вновь увидеть то, что происходило на полях сражений 75 лет назад. Глава Анапы Юрий Поляков вручил юбилейные медали ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий. Николаю Бомко, Василию Кулькину и Ингелабу Курбанову. Награжден медалью «Кружба» образку третьей степени. Николай Корнеевич Бомко в 19 лет стал командиром огневого взвода 44-го отдельного краснознаменного дивизиона боевых реактивных установок БМ-13 в простонародье «Катюша». Прошел всю войну, участвовал в освобождении Праги. За берлинскую операцию ему было присвоено воинское звание старшего лейтенанта. В армии прослужил 30 лет. В отставку вышел полковником. Это очень важное и нужное дело. И правильно губернатор сказал, что это пример для того, чтобы и будущие поколения так отмечали знаменательные события в истории нашего народа. После торжественной части и возложения цветов к мемориалу погибшим воинам над музеем «Военная горка» развернулось авиашоу. Легендарная группа «Русские витязи» продемонстрировала самые сложные фигуры высшего пилотажа. На протяжении всего праздника на территории военного музея работали тематические выставки и экспозиции. Она попредставила сразу несколько исторических реконструкций. Подвиг капитана Дмитрия Калинина при высадке десанта в районе села Варваровка, штурм высоты у хутора Курбацкий, в котором погиб герой Советского Союза Сурен Аракелян и театральная постановка «Партизанская свадьба». Кстати, супруги Щукины после войны прожили долгую и счастливую жизнь. Сегодня у нас здесь в рабочей группе работают около 50 человек. Ну, конечно, подготовки было зависит от людей немножко больше, которые помогали организовывать, шить. Где-то костюмы, где-то флаги, где-то штандарты, ну, не где-то, а именно штандарты. На сегодняшний день подготовлены были два штандарта армии, которые освобождали город Анапу. Ну, это познавательно, интересно, и много нового узнаю, много людей, молодежь узнает и помнит то, что война была, и наши люди бились за победу, за жизнь. Губернатор Кубани представлению, которое подготовили анапчане, уделил особое внимание. Вениамин Кондратьев пообщался с участниками исторических реконструкций и осмотрел экспозицию. С праздником, друзья! Ура! Я хочу сказать всем нашим организациям, которые уделили внимание, привели вот такое боевое состояние эти инсталляции, которые, конечно, в первую очередь влияют на патриотизм нашего молодого поколения, которое растет и видит, как это было на самом деле. Все это было очень близко, а приближено к боевым действиям. Всех с праздником, всем удачи, здоровья и, самое главное, мирного неба над головой!